Здравствуйте! Поговорим о главных новостях дня в подробности. Смотрите в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Вначале о столичном доме профсоюзов. Один из символов Евромайдана. Здесь был госпиталь, штаб. Его штурмовал спецназ, потом в здании полыхал пожар. А вот сейчас дом профсоюзов внезапно стал выше. Как так вышло и кому это выгодно? Расскажет Максим Кошелев. Киевский дом профсоюзов. Во время Майдана это здание было штабом, госпиталем и последней цитаделью активистов, боровшихся с режимом Януковича. Все еще помнят кадры пылающего дома профсоюзов, когда там погибли люди. И много месяцев после этих событий здание стояло словно обгоревшее напоминание о событиях февраля. Позже фасад затянули цветным баннером, а руководство Федерации профсоюзов и ее киевского городского подразделения приняли решение восстановить свой главный офис. Получили разрешение на проведение строительных работ и начали, собственно, эти работы. Вставляли окна, перепланировали внутренние перегородки, ну и как бы не взначай, достроили еще один этаж. Проект взагалі не разработався, тому що передбачалася реконструкція без зміни існуючних меж будівлі. Разрешение на строительство отменили, а в Киевском городском совете профсоюзов оправдываются, мол, это подрядчик провел самодеятельность. А они и в курсе были, что их здание стало на один этаж выше. И даже якобы сами приказали подрядчику приостановить работы. Правда, профсоюзы, скорее всего, лукавят. Дело в том, что ответственность за любую стройку все равно лежит на владельців здания, то есть на них. А там и не скрывают, что заинтересованы в новых офисных площадях в центре Киева. И самим вернуться на Хрещатик, да и на аренде можно неплохо заработать. К тому же пару лет назад профсоюзы уже готовили проект 10-метровой настройки на Доме профсоюзов. Парадокс еще в том, что построить лишний этаж под прикрытием реставрации можно и самовольно. А вот, чтобы снести теперь такой самострой, нужно решение суда. То, что они уже сбудували, можно снести только через суд, так? Только через суд. Они есть владельцы строительства, и снести их без решения суду ни мы, ни инспекция даже не имеет права. Что теперь будет с Многострадальным Домом профсоюзов, пока не ясно. Официально строительные работы приостановлены, хотя внутри и слышны звуки строительных работ. Как быть с дополнительным этажом, пока не знает даже прокуратура. И никто не знает, пока не станет ясно, кто же на этом заработает. Максим Кошелев, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. В ЦИК обработали уже 95% бюллетеней. По данным, на 7 вечера в парламент проходит 6 политических сил. Пока лидирует Народный фронт. У него 22,2% голосов. Ему в спину дышит блок Петра Порошенко. 21,8%. Разница, как видите, всего в 4 десятых. У самопомощи 11%. На пятки ей наступает оппозиционный блок. 9,3%. У радикальной партии Олега Ляшко почти 7,5%. И замыкает шестерку победителей Батькивщина 5,7%. И вот мы посчитали сегодня, сколько же штыков в новом парламенте получит каждая политсила. Итак, Народному фронту достанется не менее 50 депутатских значков. На один меньше 49 блоку Петра Порошенко. Самопомощь может рассчитывать на 25 мест Верховной Раде. Как минимум 21 мандат будет у оппозиционного блока. Радикальной партии Ляшко достанется не менее 17 мест, а Батькивщине 13. Я повторюсь, эти расчеты пока приблизительные. А вот знаменитые по-разному мажоритарщики. Они уже точно в Верховной Раде. По 30 округу лидер правосектора Дмитрий Ярош и заместитель Днепропетровского губернатора Борис Филатов. В Донецкой области Ефим Звегельский, Нардеп регионал. В Закарпатской сразу три брата Бологи получили депутатский мандат. Виктор, Павел и Иван. Плюс к ним еще родственник Петевка. В Одесской победил Кивалов, экс-регионал. В Полтавской области новые старые депутаты. Сергей Каплин, ударовец. Олигарх Константин Живаго и поющий ректор Поплавский. В Киеве Борислав Береза из правого сектора и свободовец Андрей Ильенко. Ну а в скандальном 217 округе на Аболоне победил комбат Азова Белецкий. На округе номер 220 Вячеслав Константиновский. Экс-регионал Андрей Деркач прошел в Раду по 159 округу Сумской области. А в Хмельницкой муж эс-секретаря Киевсовета Галины Гиреги Владимир. Будет в Раде и сын президента Алексей Порошенко. Итак, Центр избирком, как я уже сказал, в нескольких шагах от отметки 100%. Скоро должны закончить обработку электронных протоколов. Из ЦИК на связи Валентина Левицкая. Валя, здравствуй. Когда все же обещают закончить? И, возможно, у тебя есть какие-то обновления данных на эту минуту? Добрый вечер, Алексей. Сегодня в Центр избиркоме относительное затишье. Хотя начали привозить уже так называемые протоколы с мокрыми печатями, по которым будут установлены окончательные результаты голосования. За сегодняшний день приехали только две окружных комиссии. Из Кременчуга Полтавской области и из Славянска, это Донецкая область. Поэтому Центр избирком сегодня занимался в основном тем, что принимал всевозможные звонки и жалобы с мест, реагировал на форс-мажорные ситуации. Ну вот, к примеру, 59-й округ, это Донецкая область. Там поступила информация о том, что якобы заминировали здание окружной комиссии. И это полностью парализовало работу комиссии, не дает подсчитывать голоса. И вот, разобравшись с этой ситуацией, в Центр избиркоме нам пояснили, что к чему. Предлагаю послушать. А вот завтра уже ожидается массовый приезд членов окружных комиссий вот сюда, в Центр избирком. Здесь будет завтра горячо. А пока Центр избирком продолжает подсчитывать электронные голоса. И опять же, как нам объяснили, в Центр избиркоме тормозят процесс склоки депутатов-кандидатов-мажоритарщиков, которые никак не могут поделить победу на определенных округах, на определенных участках. А вот голосование за партии считается достаточно быстро. И вот на этот момент мы имеем уже подсчитано 95,5% голосов. Ожидается, что, возможно, уже завтра к вечеру мы будем иметь полную картину, все 100%, но это, повторяю, опять-таки, предварительные результаты в электронном виде. А окончательные результаты выборов на основании протоколов с мокрыми печатями комиссия должна предоставить не позднее 10 ноября. Алексей. Спасибо. Это была Валентина Левицкая из Центра избиркома. Теперь поговорим о коалиции. Ее готовят, по крайней мере, они и говорят, но ее пока нет, и все в абсолютном тумане. Кто же с кем договаривается? Какие должности и для кого являются ключевыми? У кого, кстати, какие аппетиты? И удастся ли их укротить? Зашла в этот туман Екатерина Лысенко. День второй, а в штабах тишина. О коалиции официально молчат, как и о коалиционном соглашении. Не официально же политики и политологи говорят, переговоры ведут по сути две силы. Это блок Петра Порошенко и Народный фронт. И сейчас коалицию они зовут не самопомощь с Войсковщиной, а самовыдвижанцев, беспартийных и лояльных. Групп, голосов, выстачают только колец. Это будет индикатор, это вот такие ваги. Вот куда пойдут мажоритарники? Чи в партию фракцию президента, чи в фракцию премьер-министра? И вот тогда мы зрозумеем, что мы насправді маем президентскую парламентскую, чи парламентскую президентскую форму управления. Вести только о самопомощи, на переговоры их не звали. В Батьковщине тайм-аут. Тимошенко не решила, что ей делать, ждет приглашения персонального. Но вот удастся ли создать ту самую широкую коалицию вопрос? Угодить всем, особенно в кадровых вопросах сложно. На кону и пост спикера и главкомитетов, и Кабмин, где премьеру важно оставить ключевых людей. Я думаю, что есть зацикавленность, враховывая великую вагу Министерства внутренних справ сейчас, есть зацикавленность Берегта Авакова на этой посаде. Да, также Министр финансов. Для любого премьера должен быть свой Министр финансов. Широкая коалиция у нас уже была, и мы знаем, чем она закончилась. И с широкой коалицией будет очень сложно проводить какие-либо реформы. Очевидно, что Днепропетровская группировка, она будет поддерживать Народный фронт, а не Порошенко. Все зависит от того, как выстроится этот бермудский украинский треугольник. Яценюк, Коломойский и Порошенко. Это естественный энергетический комплекс. Это, естественно, вопрос, связанный с недрами. Он будет смотреть и в сторону Министерства внутренних дел. Сегодня интересы Коломойского понятны. Пункты коалиционного соглашения, по сути правила для всех, уже гуляют в СМИ. Говорят, проект пишут. Должность вице-спикера отдадут оппозиции вместе с главами нескольких комитетов. А в договоре запретят квотирование должностей замминистров. На утряске условий время еще есть. Положенные 10 дней. А после, уверены как политологи, так и нардепы, парламент быстро заработает. Вопрос в другом. Запустят ли реформы? Или это так и останется вечной мантрой? Екатерина Лысенко, Алексей Пшемуцкий, Виталий Коваленко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. И вот отдельная, очень важная тема, это нарушение на избирательных участках. Мы мониторим ситуацию в регионах. Данных очень много к нам поступает. Сейчас готовим сюжет к эфиру. Пока к ситуации в зоне АТО. Моя коллега Ирина Баглай расскажет нам о последних новостях из Донецкого аэропорта, которые, напомню, защищают наши военные уже который месяц. Ирина, здравствуй. Какая ситуация на этот момент? Здравствуй, Леш. Ситуация вокруг Донецкого аэропорта остается стабильной. Как и в предыдущие дни, боевики обстреливают позиции сил АТО в районе Авдеевки. Огонь ведут из минометов, в основном со стороны Донецкого Спартака. Вчера буквально, я не знаю, в километре полтора от нас. Вывозят минометные батареи и с них стреляют по аэропорту, по военной части. И бьют по своим же. И сегодня ночью боевики обстреляли из реактивных установок град позиции АТО, сил АТО в селе Песке, где оборону держат 95-я аэромобильная бригада, 93-я и добровольческие батальоны. Артудары ожидали и на рассвете, но атака боевиков так и не состоялась. И, как отмечают сами военные, последние три дня интенсивность огня со стороны террористической ДНР значительно снизилась. Можно сказать, террористы затихли. Возможно, переключились на другую информационную войну. Последние дни в интернете появляется все больше сообщений о переброске и скоплении живой силы боевиков, да и военной техники под аэропортом. Можно сказать только о том, что она появилась. То есть, раньше ее в том месте не было, она появилась. Можно сказать, либо они переместились из одного места в другое, либо к ним приехало на это место что-то еще. А вот те, кто ходили в разведку на территорию, контролируемую боевиками, подтвердили. В рядах бандгруппировок ДНР прошла ротация. Среди наемников появился отряд с Приднестровья. Одного из них наши бойцы взяли в плен. Что же касается полномасштабного наступления, то военные относятся к этим слухам довольно скептически. Создают вид, что их богато. Но думаю, что рано. Гултехники мы слышим, то, что перемещаются. Попрутно нас встретим, посчитаем, сколько их тут останется. И очередное подтверждение, что украинские десантники продолжают держать под контролем Донецкий аэропорт. Это военные выложили в интернет. Они снова вывесили государственный флаг Украины над аэропортом и обратились к боевикам. Кому нравится Россия, валите туда жить. Если это красивая, хорошая страна. Оставьте Украину в покое. Равно вам нас не сломать никак. И сегодня украинским военным прислали, так сказать, к морозам теплую одежду. Точнее сказать, из всего обмундирования только штаны и те 56-го размера. Такие вот штаны теплые. Не знаю на кого, но прислали всем одинаково. Это волонтеры. Это то есть все, в чем я одет, это все волонтеры привезли. Я же говорю, армию нам привезла. Вот штаны теплые, носки и шапки. Пока что это вся информация, Алеша. Спасибо, Ирочка, за работу. Это была Ирина Баглай. Мы продолжим собирать новости с востока Украины. Террористы активизировались и на юге Донецкой области. Накануне днем и сегодня ночью они обстреляли поселок Толоковка. Это к северу от Мариуполя. Утром под огонь попал и Павловаль. Все подробности давайте узнаем у Ильвины Сейдбулаевой. Ильвина, здравствуй. Расскажи нам, как все это было. И очень важно знать, спокойно ли у вас сейчас. Да, Алексей, сегодня под Мариуполем несколько раз боевики атаковали наши позиции в районе сел Павловаль, Гнутово и Толоковка. Встреливали рано утром, в обед и уже ближе к вечеру. Жители Гнутово практически не выходят на улицу, сидят дома, в подвалах, боятся внезапных обстрелов. Страхи за детей. Маленькая и то просыпается, бах, показывает. Ну так, ничего. В основном остались все здесь. Потому что, куда ехать. Кому есть куда ехать, тот уехал. Обстреливали из минометов и поселок Саханка. Под контролем террористам. Похоже, это разборки между боевиками. Ведется обстрел и со стороны Коминтернова. Он тоже под контролем так называемой ДНР. Работала артиллерия и, опять же, грады. Вчера обстрел был в 7.08 наших позиций. Сегодня где-то в 6.28. И недалеко от Мариуполя наши военные обнаружили схрон ручных гранатометов и различных боеприпасов. Все это принадлежит террористам. Все это принадлежит террористам. Они хотели, планировали дестабилитировать ситуацию в Мариуполе. Такая ситуация на данный момент. Спасибо, Эля. Это была Эльвина Сейдбулаева. Она работает на юге Донецкой области. 32-й блокпост районе Смилова. Это Луганская область. Разблокирован. Солдаты несколько недель находились в окружении без еды и воды. Все подробности у Вениамина Трубачева. Он сейчас в зоне АТО тоже работает. Вениамин, здравствуй. Как же все-таки, каким образом нашим бойцам удалось выйти из окружения? Прошу. Да, действительно, Алексей, сегодня стало известно, что 32-го блокпоста вблизи поселка Смилая в Луганской области уже больше не существует. Несколько дней подряд поступала информация, что украинских военных взяли в окружение боевики. Там шли серьезнейшие бои. Террористы все время обстреливали этот блокпост. Сегодня ночью бойцам удалось выйти из этого кольца вместе с техникой и вооружением. Также стоит отметить, что военные держались уже из последних сил даже без еды и воды. Однако подкрепление так и не дождались. И вот было принято решение все-таки отступить. За предыдущими данными, втраты на этой территории, протягом времени протистояния, а именно с начала вересня, в месяц остановят больше 10 людей. На данный момент происходит идентификация тела загибших и объяснение доли некоторых военных службовщиков, что официально считается исчезными без звезды. Что касается информации с другой стороны фронта, можно сказать, скандалом закончились гастроли Иосифа Кобзона в Донецке. Его назначили почетным консулом террористической организации ДНР в России. Это сказал один из лидеров террористов сегодня Захарченко. Накануне, напомню, Кобзон, несмотря на запрет СБУ на въезд в Украину, в Донецке провел концерт для боевиков и спел вместе с ними гимн террористической организации. Мартиан Лубкивский, в свою очередь, это советник главы СБУ, назвал Кобзона мелким контрабандистом-челночником. Алексей? Спасибо, Веня. Это был Вениамин Трубачев. Он следит за ситуацией в Луганской области. Стрельба утихла. Чего ожидать? О том, как и кто завозит в школы учебники из России. О выборах 2 ноября, инициированных террористами. Все это жизнь в оккупированных городах. Мы сегодня, как обычно, с трудом туда дозванивались. Послушайте, что говорят и чем живут сегодня в Донецке и Луганске. Новости, которые будоражат весь Луганск. Это, в частности, приезд вчера в 30-ую школу городскую Кобзон. Выступление, конечно, носило достаточно комический характер. Но дело в том, что с собой он привез очень много российских учебников. И руководство школы объявило, что отныне школа будет работать по российским программам. Вводится опять отказ от Болотской системы, возвращение к пятибалльной системе, оценивание. И со следующего года уже начнутся по российским образовательным программам. Террористы запретят учиться по украинским учебникам. Сегодня в Донецке достаточно тихо, как и последние четыре дня. Не слышно ни залпов, ни стрелкового оружия. Кто-то боится, что это затишье перед бурью. Кто-то, наоборот, надеется, что это уже будет такое затишье и дальше продолжаться. Среди моих знакомых, которые здесь остались, никто на выборах, в украинских выборах не участвовал. Тут у нас местные выборы 2 ноября будут. Но, судя по всему, опять же, из моих знакомых вряд ли кто-то придет на эти выборы. Выборы то ли премьер-министра, то ли, ну вот, какая-то у них тут свой местный междусобочек. Из плена террористов удалось освободить еще 11 человек. Это военные 80-й аэромобильной бригады и волонтеры. Об этом на своей странице в Твиттер написал президент Порошенко. В заложниках у боевиков все еще остаются более полутысячи человек. Вызвали ли из плена 11 человек в 70-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков? С самого утра Петр Порошенко почтил память погибших во Второй мировой. Возложил цветы к могиле неизвестному солдату в Киеве и провел аналогию. Назвал АТО на Донбассе отечественной войной 2014-го и сказал, что верит в победу. Куда катится рубль? Куда катится рейтинг Путина? Куда вообще катится Россия? О чем говорят на Западе и о чем упорно молчат в Москве? Подробности у нашего московского кремлеведа Данила Русакова. О том, что рейтинг Путина начал ползти вниз, уже пишут даже про кремлевские информагентства. На сайте одного из них опубликовали опрос, проведенный, кстати, Левада-центром. Прямо в заголовке материала есть ссылка на экспертов. Они говорят о нарастающей в обществе апатии. Впрочем, только лишь этим отважные по нынешним временам публичные предположения не ограничиваются. По подсчетам тех, кто проводил опрос, снижение рейтинга пока не такое значительное. Но оно первое с момента начала кризиса на востоке Украины. Если в августе за собиратели земель русских были готовы проголосовать 57% респондентов, то теперь уже только 49%. Последние сильные колебания рейтинга хозяина Кремля и не только Кремля фиксировали в первые месяцы после разгромной победы Путина в 2012. Его очередной приход к власти тогда спровоцировал волну уголовных дел против несогласных и фактическую ликвидацию протестного движения в России. Впрочем, по словам социологов, нынешнее падение скорее является признаком усталости и безысходности. Антиправительственных настроений в обществе они не фиксируют. Все это не может продлиться больше, чем полгода или год. А что потом? Потом государство становится банкротом. Оно не в состоянии кормить граждан. И граждане, естественно, пытаются тем или иным способом поменять власть. Тезис о том, что Путин и Россия равнозначны, его высказали радикально настроенные сторонники главы государства накануне Валдайского форума, по всей видимости, получил свое подтверждение для них тоже. Падает не только рейтинг, но еще и рубль. Курс евро впервые превысил отметку в 54 деревянных за один брюссельский. С долларом дела обстоят не лучше, там почти 43 уже набежало. Ситуация ухудшается с июля, и многие такое положение дел связывают именно с антикремлевскими санкциями. Кстати, их отменять не собираются. Надежды близких к власти экономистов, что осенью уже все закончится, как видно, не оправдались. А в их стратегических планах вообще много чего интересного было. И про встающую с колен державу тоже. А на Западе вовсю говорят о болезни Путина, мол, рак у него. И эти слухи докатились и до Москвы, поэтому для многих теперь становится актуальным вопрос, на который телевизор много раз утвердительно, положительно отвечал. В какой же на самом деле позе пребывает отчизна? Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Антер». Прощались помпезно и долго, похоронили сегодня в Верхней Нормандии. Были только близкие. Кто прощался с одним из самых влиятельных людей Старой Европы, президентом компании «Тоталь», а кто из друзей не приехал? Подробнее София Гордиенко, она в Париже. Панихида была торжественной и прошла с таким размахом, как будто прощались с главой государства отдать последнюю дань. Марджерии к парижскому храму Сен-Сюльпис пришли президент и премьер Франции, глава МВФ Кристин Лагард, парочка министров и, конечно же, бизнес-бамун страны. Судя по улыбкам на лицах государственных мужей, для них панихида чисто светское мероприятие, в отличие от членов семьи. Как обычно, родные и близкие камеры избегали, но не политики. Он умел налаживать отношения с людьми везде, где бы ни находился, проявлял ко всем теплоту и дружелюбие, шутил, относился и к себе с юмором, несмотря на высокий пост. Приехали проститься делегации практически всех стран, где работают партнеры компании энергогиганта. Даже эмир Катара, Томим Бинамад со своим сыном, а вот россияне, интересы которых Марджерии всегда отстаивал, по-человечески не попрощались. И это при том, что Путин называл погибшего настоящим другом России. Из официальных лиц от страны, которая фактически угробила своего главного лоббиста во Франции, был лишь посол. Решение ли это российской стороны или семья попросила не беспокоить, неизвестно. А вот в деле крушения появились новые загадочные данные. Журналисты узнали один нюанс, за который зацепило следствие. Перед взлетом самолета снегоуборочная машина уже пересекла взлетную полосу, а когда тот начал разгоняться, вдруг сдала назад. Было ли это предумышленно или нет, еще предстоит выяснить. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Ну и еще об одной авиатрагедии. Правда, погибших там было не четверо, а 298. Что узнало за эти три месяца следствие? Кто помогает голландским следователям? И почему россияне молчат? Подробнее об этом Татьяна Лугунова из Берлина. Фред Вестер, Бекки Голландский, прокурор и руководитель группы, которая расследует причины крушения рейса MH17 Боинга-Малазийских авиалиний, редко дает интервью. Но для немецкого журнала Шпигель сделал исключение и рассказал, как продвигается работа и что уже удалось узнать. Итак, в команде Вестер, Бекки работают 10 следователей. Сейчас они изучают все собранные улики. Это и показания свидетелей, которые были на месте трагедии, и снимки, полученные со спутников, и телефонные переговоры сепаратистов, перехваченные украинскими спецслужбами. Эксперты также изучают металлические фрагменты, найденные в телах жертв. Пока непонятно, что это, шрапнель от ракеты Бук или же части самого Боинга. Что касается версий, их по-прежнему несколько. Основная пассажирский самолет был сбит ракетой «Земля-воздух». Впрочем, окончательные выводы группа будет готова обнародовать не раньше, чем через год. И не исключено, что после этого прокуратура будет требовать проведения суда над виновными в Нидерландах. Есть еще один интересный момент. По словам руководителя группы, в отличие от Украины и Малайзии, которые охотно помогают расследованию, Россия на сотрудничество не идет. Голландцы сами готовят запрос в Москву с просьбой предоставить данные с радаров, с помощью которых Россия сразу после крушения хотела доказать, что вблизи Боинга находился украинский военный самолет. Поделятся ли этими данными Москва пока непонятно, но голландские следователи практически не сомневаются. Россияне знают больше, чем говорят. А вот когда они захотят разговориться и по какой причине, это вопрос, который интересует не столько экспертов, сколько общественность и близких погибших. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала Интер. Янтарь. Бизнес, который крышует милиция, крышует очень давно. Так же давно эту крышу пытается снять наш журналист. Посмотрим об этом во второй части программы. Неожиданный фестиваль масла. В Киеве гигантская авария порадовала любителей халявы. Выжечь в пробке. На Керченской переправе. Многодневный затор. Тайна болезни Ким Чен Ына раскрыта. Что отрезали северокорейскому лидеру? В Киеве перевернулась цистерна с подсолнечным маслом. Вытекло почти 20 тонн. Пока спасательные службы пытались убрать масло с асфальта, предприимчивые киевляне активно набирали его в бутылки. Водитель грузовика рассказал, как произошла авария. Его подрезала легковушка. Тракт-драйвер пытался избежать столкновения, но из-за неожиданного маневра многотонную фуру с прицепом отбресила на отбойник. И от удара она перевернулась. На янтарном фронте снова моют передел территории, разборки и безучастность милиции. Сколько стоит добывать янтарь? Сколько стоит слепота правоохранителей? Их заявление о том, что нарушений нет. Вот что узнала наша Инна Белецкая. Сотни гектаров лесов и полей в ямах. На каждой из них можно, если не в состоянии сколотить, то уж точно получить хорошую надбавку к зарплате чиновника. Владимирецкий район, глухое село и лунные пейзажи. Скопано тут близко 200 гектаров. Ну что-то можно сказать. Зруйнували землю и весь лес лежит. А здесь когда-то было село в память о Волынской резне, два памятника, украинский и польский. А вплотную к ним уже подбираются старатели. Такие вот они, полевские окопы. Здесь не страшно, а очень прибыльно. Главное делиться вовремя. Что до революции, что после. Правда, сейчас чуть дороже стало. А расценка хорошо знает сельский голова за возможность работать в лесу 400 долларов с каждой мотопомпы. В поле дороже 800. То, что янтарь вывозят тоннами, а лес гибнет, похоже, никого не волнует. И девчата ходят копать, и дорожные, и пенсионеры. Кому не лень, дети. И милиция и так копает. В ближайшем районе дели милиции и правда почти никого. Объединялся в Володимире и Кузнецовске один на Смелье. Ну, в принципе, все кераминство находится в Кузнецовске. То там знают, кому гроши платят за буштин, да? Я не знаю, че там знают. А вы знаете? Я ничего не знаю. Отправляемся в районную прокуратуру. А тем временем леса в Владимирецком районе превращаются в мусорники. Работа обычно кипит ночью, но и средь бела дня мы без труда отыскали машины старателей. Вот они с национальными флажками на лобовом стекле. А еще из собственных источников нам стало известно, опять полным ходом моют янтарь на самом богатом месторождении в соседнем районе. Старатели все-таки согласились на условия милиционеров и криминальных крышевателей. Мы проверим эту информацию и все подробности расскажем в ближайшее время. А пока новый начальник ривненской милиции молчит. Молчание всегда золото. В данном случае янтарь. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ривненская область. Башенный кран рухнул в Днепропетровске. Во время наращивания разрушились конструкции. Три человека погибли на месте, один по дороге в больницу. ЧП произошло на площадке, где строили высотный жилой дом. Это трагический случай не первый. Месяц назад на этой же стройке во время непогоды упал другой небольшой кран. Жители не раз протестовали против строительства, утверждая, что работы ведутся незаконно и с грубейшими нарушениями. Вновь многокилометровые заторы на Керченской переправе. Ненадежная транспортная связь между оккупированным Крымом и Россией снова оборвалась. В каких условиях ждут у моря погоды водители и пассажиры, давайте узнаем у Юлии Крючковой. Юля, здравствуй. Ждем самых последних новостей из этого гигантского затора. Здравствуй, Леша. Только сейчас, вот вечером, ветер стал стихать и пустили первые пробные рейсы. Через пролив первыми переправят пассажиров по единому билету и легковые авто. Но очередь, которая собралась здесь за пять суток, не уменьшается. Люди все это время жили здесь, в своих автомобилях. Свободных гостиниц в Керчи нет. Номера все заняты и даже частный сектор весь занят. Живем в машине, где же еще? Деньги тоже уже заканчиваются, так что кушать уже тоже будет нечего скоро. Грузовики заполонили и рыбный порт Керчи. Очередь тянется далеко за его пределы. Фуры припаркованы прямо вдоль городских дорог. Еще почти полтысячи. И даже больше ожидают своей очереди на территории бывшего аэродрома. Вот что говорят дальнобойщики. Завтра будет неделя. Но ехать не можем. Нет ничего. Ни воды, ничего. Это все то же самое. Не пищи. За стоянку дерут. Вот мне деньги остались, все. Солярки там литров 200 осталось. Мне только греться. За паром чем платить? С товаром что? С товаром он весь вытек. Он текет. Гниет. Гниет. Яблоко гниет. Как обычно. Видите, как бомжи мы здесь стоим. Ни туалета, ни воды. Вообще ничего нет. Я вот везу макулатуру в Россию. Без туалетной бумаги стоит нечем людям. А я везу макулатуру. Как? Вот я стою здесь. Вам смешно, а там не смешно им. Как войну им натерками будем вытирать. Когда же начнется движение, в администрации переправы пока сказать не могут. У дальнобойщиков, ждущих по обе стороны переправы, у моря погоды заканчивается топливо. И все чаще стоящие в пробке люди говорят без сухопутного коридора. Проект Крым обречен на голодную зиму. Алексей. Действительно тревожный сигнал перед зимой, которая нас близко. Спасибо, Юля, за работу. Это была Юлия Крючкова из Крыма о гигантском заторе на Кирченской переправе. Сейчас поговорим о предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это интересно. Путину, известному дзюдоисту, угрожают прямым ударом в нос. За что и кто? Демократы или республиканцы. Подробнее мой коллега Дмитрий Еловский в Вашингтоне. Хорошенько врезать Путину, как заявил спикер Палаты представителей Конгресса Америки Джон Бейнер, нужно было за аннексию Крыма. Он выступал перед сторонниками партии в Вайове и обрушился с гневной критикой на нынешнего хозяина Белого дома. Прошелся Бейнер и по внешней политике Соединенных Штатов Америки. Осмелился бы Путин вторгнуться в Крым, если бы президентом США был Джордж Буш-младший. Нет, даже у Путина достаточно мозгов, чтобы понять. Буш после такого сразу дал бы ему по носу секунд через 10. Вот такая бравада прозвучала на фоне разгорающейся битвы за Сенат, который, судя по всему, после выборов перейдет под контроль оппонентов Обама-республиканцев. Однако не стоит забывать, как отношения представителей этой партии складывались с Кремлем. В 2008 году Джордж Буш-младший имел таки шанс, как выразился Бейнер, дать по носу Путину после того, как Россия ввела войска на территорию Грузии. Но тогда не то что ударов, даже санкций не последовало. Лидеры прекрасно оладили. А вот демократка Хиллари Клинтон попала под шквал настоящей критики за свое довольно странное высказывание. Бывшая первая леди, экс-глава Госдепа, пытаясь заигрывать с простым народом, заявила, что рабочие места создают не бизнес и не корпорации. А кто же? Пояснений не последовало. Поговаривают, что Клинтон вот-вот объявит о своем желании участвовать в президентской предвыборной гонке через два года. И, конечно, такие заявления очков я отнюдь не прибавляю. Ну, хотя за два года много воды утечет, как и демократов, так и республиканцев. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Политикам Венгрии надоел Евросоюз. Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер пригрозил выходом страны из ЕС. Кто и что за этим стоит? Какие деньги? И чем они пахнут? Подробнее Кирилл Евсеев. Бунт в ЕС. Спикер венгерского парламента сравнил Евросоюз с СССР. Говорит, если Брюссель будет указывать, как нужно управлять страной, то он превратится в Москву в 80-х. Кёвер даже пригрозил выходом Венгрии из ЕС. Но тут же оговорился, этот кошмарный сценарий – последняя мера. А вот давление Европы связано как раз с особой позицией Будапешта по отношению к России. Речь идет о критике санкций. Местные оппозиционеры возмутились и призвали премьера Виктора Орбана дисциплинировать на партии со спикера. Но станет ли он это делать, если сам премьер – чуть ли не главный симпатик Путина в Европе? Ярый евроскептик. У них сложились хорошие личные отношения. А Венгрию он позиционирует как ворота для России в Восточную Европу. И лично Орбан регулярно критикует санкции. Таким явным и неприкрытым сближением обеспокоены все страны ЕС. За Будапештом могут пойти и другие европейские столицы со слабой демократией. Растет недовольство и в Брюсселе, и в Берлине. Заканчивается терпение у Вашингтона. Штаты на минувшей неделе закрыли въезд для ряда венгерских чиновников и бизнесменов. Чиновники в основном из налогового департамента. Руководство Венгрии это обеспокоило, но пока не вразумило. Все дело в кредите от Кремля. 10 миллиардов долларов в полученном в январе. И этот кредит, похоже, пахнет не только деньгами. Кирилл Евсеев, Павел Исенко, Центральное европейское бюро телеканала Интер. Угрозы, маски-шоу, шантаж. Кто в Днепропетровске предъявляет ультиматуму президенту? Как далеко могут зайти эти люди в своих намерениях? И на что они способны? У фальсификации выборов в Днепропетровской области громко заявил местный штаб национальной защиты, контролируемый людьми губернатора. Речь идет о трех округах. В 31, 32 и 38, где уверенную победу одержали представители оппозиционного блока. Вслед за штабистами о массовой фальсификации заговорили и в Днепропетровской обладминистрации. Началось это после того, как они стали проигрывать выборы по спискам. Ударились в самопиар и проиграли. Это вызвало гнев у губернатора Коломойского. А теперь они ставят ультиматум президенту. Это видео записали наши коллеги из громадского телевидения. Пусть президент сделает выбор между нами и прокурором. Который действовал все это время, вопреки и воевал с Днепропетровской госадминистрацией. Пусть президент сделает выбор на поле прокурора. Значит мы примем этот выбор. Чего вы готовы уйти? Ничего, мы готовы уйти. Подобные высказывания в областной прокуратуре считают бредовыми. По закону, который вступил в силу три дня назад рассматривать жалобы и расследовать нарушения, если такие зафиксированы, отныне функция ЦИКа и милиции. Подобные заявления людей из окружения Коломойского не что иное, как шантаж и попытка оказать давление на президента, считают политологи. Аппетиты Днепропетровского олигарха растут. К тому же он никак не может смириться с тем, что по его вотчине в парламент проходит немало представителей оппозиционного блока. Днепропетровский олигархат это государство государству сегодня. У них своя армия, у них своя финансовая система. И если завтра начнутся какие-то противостояния между президентом и представителями Днепропетровского олигархата, мы увидим и попытки парализовать банковскую систему Украины, мы увидим и попытки походов вооруженных людей на Киев и прочие неожиданности. Рано или поздно Коломойский перерастает рамки человека, который влияет на нефтегазовую сферу, на те или иные регионы. Скорее всего, он хочет стать не первым, но и не вторым человеком государства. Пока одни ставят ультиматумы президенту, другие активно пытаются добиться отмены результатов выборов в ряде округов Днепропетровской области. В частности, уже второй день пикетируется окружная избирательная комиссия в Павлограде, практически не давая возможности комиссии закончить там свою работу. Светлана Нефедова, телеканал Интер, Днепропетровск. Без света в поисках бомбы, магическая трансформация голосов за одного кандидата в пользу другого. Мы продолжаем отслеживать нарушения на избирательных участках. Смотрите. Без света, зато с саперами и кинологами. Все это в Великой Новоселке Донецкой области. Работа прифронтового 59-го окружкома, что в 20 километрах от зоны боевых действий, сегодня была приостановлена. Здесь искали бомбу. Молча. Нашли ли милиция и спасатели кивали друг на друга? Все комментарии к милиции. Это не ко мне, молодой человек. МЧС. Почему же свет пропал, также остается загадкой. Но наблюдатели и представители кандидатов свои выводы уже сделали. Комиссия в данный момент не начала работу. Затягивание влечет за собой то, что все деньги не подаются от СВК. Тем самым идет сырой выбор. Избирателей было меньше, чем оказалось в результате. В 69-м округе, это в Волновахе Донецкой области, данные протокола значительно отличаются от тех, что передали в Центр избирком. Кандидатам приплюсовали до тысячи дополнительных голосов. 300 голосов реально изменены и откуда-то добавлены. При этом в какую политическую силу или политическую партию это все отдано? Партия Петра Порошенко, блок Петра Порошенко. Я думаю, что сегодня люди даже на Майдане стояли не за это, а хотели, будем говорить, правды от власти, которая сегодня есть. Аналогичная ситуация и в 50-м округе, это в Красноармейске. А вот в 106-м округе Луганской области, это Северодонецк, вообще заблокирована работа комиссии. Подсчет голосов не ведется. По состоянию на 6 вечера обработано немногим меньше 16% протоколов. 90% всех нарушений зафиксированных за последние сутки произошло на территории Донецкой, Луганской, Днепропетровской области. На территории округа номер 50 Донецкой области был заход сформирования на территории избирательных участков, участковых комиссий и вброс примерно 4 тысяч бюллетеней за провластную партию и 12 тысяч бюллетеней за кандидата, который пользовался поддержкой губернатора Днепропетровской области Коломойску. Днепропетровская область округ 38 – это самый яркий пример силового давления на членов комиссии радикальными вооруженными формированиями и подготовлено письмо обращения с описанием этих нарушений на президента страны как гаранта Конституции. Мы будем дальше защищать и защитим голоса своих избирателей, поскольку видим настойчивое желание власти занизить процент наших показателей и уменьшить количество депутатов. В Первомайске Николаевской области также затягивают с принятием протоколов и занесением их в электронную систему выборы. А еще демонстрируют чудеса превращения голосов «за». Найдите отличия. Вот так выглядит протокол одного из участков 132 округа. За кандидата Карнадского отдано 103 голоса, за кандидата Киселя всего один. А вот эти данные появляются на сайте Центра избиркома. Мы, соответственно, не траховали, написали акты, написали скарги, поведомили правоохранительные органы про недостоверную информацию о системе выборов. На данный час никаких изменений на сайте ЦВК нет. Замена таких цифр свидетельствует о подготовке до фальсификации. Еще с вечера понедельника к Мэрии Новомосковска, где расположена окружная избирательная комиссия, начали съезжаться люди в камуфляжи и в Балаклавах. Говорят, собрались на мирную акцию протеста. А вот это Андрей Денисенко, представитель так называемого штаба надзащиты области, которым непосредственно руководят люди Днепропетровского губернатора. Уже сегодня утром требовали пересчета голосов на 38 округе. Международный наблюдатель, который здесь уже несколько дней внимательно следит за работой окружкома, искренне удивлен. Нет, нет, я думаю, что никакая фальсификация. Глава комиссии все обвинения активистов тоже опровергает. Говорит, было беспрецедентно много доверенных лиц кандидатов, и в день выборов никто не сообщал о нарушениях. А почему тогда в день выборов до нас не подошли? Никакие заявки, никакие скарги. А это стало спецназначение, как подсумки подвели, ой, не я перемог, и он теперь уже делает спробы. Тут до сих пор дежурят активисты и вооруженные люди. К мэрии подъехал грузовик, набитый автомобильными шинами. А на 138 округе в Одесской области ситуация близится к развязке. Час назад, правда, очевидно, из-за усталости свой пост временно покинула председатель комиссии. Поэтому члены комиссии на этот период выбрали нового руководителя. Сейчас работа идет в штатном режиме. Приняты уже практически все протоколы с избирательных участков. Затем окружком в режиме непрерывного заседания должен будет подготовить протоколы о результатах голосования и отправить их в центр избиркома. Учитывая тот ход избирательной кампании, который ввел наш основной конкурент, предполагать можно абсолютно все. Поэтому мы будем следить за ходом всех этих процедур, для того, чтобы обеспечить реальное, нормальное проведение избирательной кампании. Главная интрига на 138-м – борьба между мажоритарщиками, самовыздвиженцем Иваном Фурсиным и кандидатом от власти Игорем Учителем. Предварительные данные Центра избиркома говорят – побеждает Фурсин. Ольга Серова, Андрей Кровец. Подробности – телеканал Интер. Едкий дым. Жители городов Буча, Ирпень, особенно села Романовка, задыхаются. Горят торфяники. Горят уже месяц. Что с этим делать и кому? Подробнее Татьяна Винникова. Село Романовка. Недалеко города Ирпень и Буча – Киевская область. Здесь почти месяц горят 10 гектаров торфянников вдоль реки Ирпень. Дышать невозможно. Едкий дым. Постоянно болит голова, говорят местные жители. Самим бороться с бесконечным пожаром. Сил у них больше нет. Ждут помощи спасателей. Люди уже не ходят по торфянникам. Боятся провалиться в ямы глубиной до 7 метров. А еще местные жители рассказывают, что уже привыкли к взрывам. Горящие торфянники приводят в действие мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны. Именно здесь проходила линия обороны Киева. Уже 5 снарядов взорвалось. При мне патроны тоже взрываются. Когда потушат торфянники, в МЧС Киевской области лишь говорят – делают все, что могут. Но проблема не в них, а в уничтоженной системе мелиорации. Раньше были специальные водоотводные каналы из заглушки на реке. С торфяными возгораниями справлялись каждый год. Гасятся очагово, гасятся. Но на такие большие площади загасить полностью не можем. Проблема так же глубоко, как и торф. Приехав в Ирпень, мы узнали, что пустоши, на которых уже месяц пожар – частная собственность. Еще в 2006-м земли вдоль реки поделили на паи и раздали якобы под сельскохозяйственные работы. Потом эту землю много раз перепродавали. Сейчас найти владельцев невозможно. Это Романовка. Вот тут у дачи горит вот это место, которое полностью рождено. Смотрите, вот это межи места Ирпеня. Вот это мы просим Держземагентство включить в межи места Ирпеня. Вопрос длиной в месяц, как погасить пожар, решат прямо завтра, обещают в горсовете Ирпеня. Прошли выборы у города новые руководители завтра и в первый рабочий день. Раньше, ну, получилось как всегда. Татьяна Авинникова, Игорь Сулий, Игорь Антонюк. Подробности – телеканал Интер. Кто сказал, что при коммунизме секса нет? В Китае есть уже даже секс-автостоп. Как бездомному стать знаменитым пианистом? И почему в городе Юта, в городке штата Юта уже отпраздновали Новый год? Об этом и многом другом посмотрим в нашем обзоре. Жители городка Уэст-Джордан в штате Юта Новый год отметили в октябре. Праздник устроили ради четырехлетнего мальчика Итана Ван Левина. Врачи диагностировали у него рак и признались – спасти не смогут. Жить Итану осталось несколько дней. Чтобы порадовать малыша, перенесли все праздники. Уже провели Хэллоуин и Рождество. Со слезами на глазах гуляли всем городом. Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну удалили кисту из лодыжки. Операция на ноге и была таинственной болезнью политика, считают южнокорейские спецслужбы. Из-за кисты несокрушимый лидер КНДР больше месяца не появлялся на публике. За это время появилась версия, что страной правит двойник, а самого Ким Чен Ына уже нет в живых. В путешествие секс-автостопом отправилась китаянка Юпен. Девушка планирует заниматься сексом с мужчинами в каждом городе по пути следования. Ее партнеры должны только оплачивать транспортные расходы. К мужчинам у Юпен есть некоторые требования. Они должны быть выше метра 75 и моложе 30. Юпен решилась на секс-вояж, чтобы увидеть Китай. Клуб 27 не более чем легенда, уверяют австралийские ученые. Речь идет о теории, что большинство талантливых музыкантов уходит из жизни в 27 лет, часто при загадочных обстоятельствах. Ученые изучили 13 тысяч случаев смертей артистов и сделали вывод – просто совпадение. Тем не менее, в 27 умерли Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и другие. Бездомный стал звездой интернета. Самоучка Райан из Эдмонтона поразил пользователей виртуозной игрой на пианино. За пять дней ролик с его игрой посмотрели почти 400 тысяч человек. На улице Райан прожил 30 лет. Пользователи сети советуют Райану устроиться работать пианистом и круто изменить жизнь. Робби Уильямс во второй раз стал отцом. Супруга Айда Филд подарила певцу сына. Уильямс даже поделился в соцсети видео из роддома. 40-летний артист помогал супруге как мог. Пел собственные хиты, танцевал и развлекал во время схваток. Диего Марадона вновь оскандалился. Аргентинские телеканалы продемонстрировали видео, на котором звезда футбола под мухой бьет свою бывшую подругу Аливу Россио. Сам Диего утверждает, да, отобрал телефон, но рук не распускал. Это уже не первый случай, когда Марадону обвинили в насилии. Это все подробности на сегодня. Спасибо вам за внимание. До завтра.